Послание Отца Абсолюта 12 марта 2023 года Божественность мужского и женского начала Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Сегодня я хочу остановиться еще на одном аспекте отношений между мужчиной и женщиной. Как уже не раз говорилось в моих посланиях, в трехмерном мире, особенно в последние десятилетия, эти отношения извращены уже до предела. Почему дракорептилии и ижи с ними стремятся убить в мужчине мужское начало, а в женщине женское? В первую очередь потому, что присущий каждому полу особенности является божественным началом человека. И убивая его природное естество, человека лишают его божественности. Делалось все постепенно, но достаточно быстро, даже в рамках линейного времени третьего измерения. Причем, в отличие от естественных изменений в жизни человека, которые, как правило, происходят сначала на тонком плане, а затем проявляются на физическом, в данном случае все шло от обратного. Внешние преобразования облика мужчин и женщин постепенно начали менять их внутреннее содержание. Объясняется это тем, что у дракорептилий нет бессмертной божественной души, и им неведомо само это понятие. Ими управляют хищнические инстинкты, в основе которых лежат подавление воли человека и полное его подчинение навязанным ими правилам. И поскольку на их пути встали традиционные божественные человеческие ценности, самыми живучими из которых были истинная женственность и мужественность, они решили не просто их исказить, но в конечном счете уничтожить окончательно. И в настоящее время вы можете наблюдать о пофеозах многолетних усилий. Если еще несколько лет назад трансгендерное воспитание казалось многим людям некой фантазией, абсурдом, то теперь это внедряется в современное общество чуть ли не с детского сада. Людей в прямом смысле лишают пола, вмешиваясь в святая святых божественного творения и создавая из них жалкие, отвратительные, противоестественные существа. Конечно, в четвертое измерение эти существа перейти уже не смогут, и создавать новое общество на новой земле будут лишь те, кто не утратил своей первоначальной божественной сути, сохранив в неприкосновенности мужское и женское начало. И в этих новых высоковибрационных энергиях все, заложенное в человеке от природы, начнет стремительно развиваться. И произойдет это потому, что, напитавшись родными энергиями, не только сознание, но и физические тела людей начнут возвращаться к своим истокам, В какой-то степени начнется обратный отчет времени. По мере того, как из подсознания человека будут стираться программы трехмерного мира, начнут преображаться их физические тела. У женщин, приобретая утерянную женственность, а у мужчин, присущая им мужественность. Так постепенно женщины станут воплощением нежности, мягкости, обаяния и материнства, а мужчины – стойкости, надежности, рассудительности и отцовства. Именно такие родители сумеют подарить детям счастливое детство и воспитать их в соответствии с законами Вселенной. На этом мы остановимся сегодня. Любящий вас безмерно Отец Абсолют говорил с вами. Послание приняла и начитала Марта. Сайт Возрождения.